Крушение самолета произошло около трех часов дня. Причины пока устанавливаются. Возможно, повлияли погодные условия. Здесь и сейчас дует сильный ветер. Но самое главное официальной информации, откуда взялся этот Ан-2, нет. На машине нет бортового номера. Кроме того, по данным МЧС, в реестре судов гражданской авиации он также не числится. Пока известно только то, что самолет выполнял авиационно-химические работы. Поле, на котором обнаружили разбившуюся машину, принадлежит компания, которая выращивает сельскохозяйственные культуры. По всей видимости, именно она заключила договор на обработку полей. С кем именно, пока неизвестно. Компания, вот этот биатон, они заключают с ними договор. А как, что? Базируется на территории границы Саратова. С кем-то договор заключили они. И вот они прилетают и вносят удобрение поля. По какой причине произошло падение, сейчас выясняют следователи. Судя по повреждениям, самолет спикировал носом в землю. Кабина пилота полностью разрушена, сломаны крылья, фрагменты машины разбросаны на несколько десятков метров. По неподтвержденной информации управлял Ан-2, 56-летний Анатолий Левин. Предварительно установлено, что пилот жителем Самарской области не является. Документы на право управления воздушным судном, свидетельства пилота не имеется. В настоящий момент следственные органы как раз проводят работу по выяснению обстоятельств, на каком основании данный самолет проводил работу в Пестравском районе. Следствию предстоит выяснить, имел ли летчик право на вылет, в каком состоянии находился он сам и была ли исправна машина. Ан-2, или как его называют «кукурузник», легкий одномоторный многоцелевой самолет, производился с 1949 года, много раз модифицировался. Предназначается как для перевозки пассажиров и грузов, так и для авиационных химических работ. На сегодняшний день в России более тысячи машин подобного типа, когда был выпущен упавший в поле недалеко от Марьевки, сейчас также устанавливается. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.